Уважаемые жители Республики Коми, сотрудники образовательных учреждений, обучающиеся и родители. Сегодня утрасль образования продолжает работать в условиях режима самоизоляции. Практически во всех городах и районах ежедневно в детские сады приходят более двух тысяч малышей. Спасибо всем, кто в эти дни работает в дошкольных учреждениях и окружает заботой наших детей. Продолжается учебный год в школах, техникумах, колледжах, учреждениях дополнительного образования и вузах. С учетом мер повышенной безопасности мы продолжаем учить и учиться в дистанционном формате. Это вынужденная и временная мера. Мы все с нетерпением ждем, когда возобновим учебный процесс в привычном нам состоянии. Дистанционное обучение ни в коем случае не заменит традиционное. В этой связи я прошу вас не поддаваться на многочисленные провокации и призывы в сети интернет. Благодарю всех вас, а особенно школьников, их родителей, студентов, за трудолюбие, усердие, терпение и понимание. Мы понимаем, с какими трудностями все столкнулись. С учетом прогноза ситуации мы приняли решение в мае продолжить дистанционное обучение. Я обращаюсь к педагогам. Уважаемые коллеги, я прошу вас давать посильные задания. Индивидуально подходить к детям с учетом их возможностей и особенностей. И при необходимости и по возможности оказывать помощь родителям. Мы рекомендовали нашим учреждениям образования, они прислушались к нашим рекомендациям, продолжить обучение и в период между майскими праздниками. Наши педагоги хотят реализовать образовательные программы, в первую очередь для того, чтобы снизить учебную нагрузку на детей в следующем учебном году. Мы просим вас, дорогие школьники, студенты, родители, с пониманием отнестись к этому решению. Я благодарю вас за те слова благодарности, которые в последние дни поступают на горячие линии. Завершить учебный год мы планируем для обучающихся первых-четвертых классов 22 мая при пятидневной учебной неделе или 23 мая при шестидневной учебной неделе. Для школьников 5-11 классов мы предлагаем завершить учебный год 29 мая при пятидневной учебной неделе, 30 мая при шестидневной учебной неделе. Для студентов учебный год закончится 30 июня, но здесь мы будем подходить индивидуально каждому учреждению среднего профессионального образования. Итоговые годовые отметки необходимо выставлять с учетом трех четвертей, но, безусловно, и с учетом положительных результатов наших детей в четвертой четверти. Всероссийских проверочных работ в этом учебном году не будет, но самостоятельные и контрольные работы вполне допустимы. Обращаясь к образовательным учреждениям взвешенно и обдуманно подойти к формату их проведения. Выпускники 9-11 классов готовятся к экзаменам. Для девятиклассников мы пока предполагаем, что 9 июня они сдадут экзамены по русскому языку, а 16 июня по математике. Но в условиях мер повышенной безопасности, и именно поэтому мы увеличим количество пунктов проведения экзаменов для девятиклассников. Одиннадцатиклассники, как я говорила уже ранее, должны приступить к сдаче экзаменов 8 июня. Уважаемые девятиклассники и одиннадцатиклассники, нам необходимо подготовиться к выпускным экзаменам. Мы предлагаем вам дополнительно воспользоваться порталом дети11.рф, где размещены многочисленные материалы для вашей, в том числе самостоятельной подготовки. Мы предлагаем посмотреть телепроект «Моя школа онлайн». Каждый день с 9 до 12 на каналах Триколор и ОТР проходят телевизионные уроки. Вы можете воспользоваться ими, чтобы подготовиться к экзаменам. Уважаемые жители Республики Коми, сейчас нам главное сохранить физическое здоровье и хорошее психоэмоциональное состояние и детей, и взрослых. А сделать это можно только совместными усилиями. Берегите себя и будьте здоровы!